Всем привет! С вами Иван Жданов и передача «Военное положение». В одном бою погибли сразу 500 мобилизованных. Сегодня разберемся, почему так произошло и какие вообще перспективы у российской армии к зиме. Поговорим о том, как Эрдоган унизил Путина и сколько оружия западные страны передают Киеву. Конечно, вспомним и про Медведева, и про катастрофу в Волгограде, но начинаем, как обычно, с обзора военных действий. Интенсивность российских атак выросла втрое. Об этом главнокомандующий ВСО Залужный заявил во время телефонного разговора с командующим объединенными силами НАТО в Европе. Генерал уточнил, происходит до 80 атак в день. И мы точно знаем, о чем идет речь. Давайте смотреть на карту Восточного фронта. Здесь речь прежде всего идет об Авдеевке, которую пытаются атаковать с нескольких направлений. С этого направления отсюда тоже пытаются ее взять. И в лобовую атаку тоже пытаются атаковать Авдеевку, потому что это ближайший населенный пункт к Донецку. Напомню, это около 20 километров от Донецка всего лишь. И вот до сих пор вся эта российская армия, вся эта машина не смогла взять. Вот они пытаются сделать что-то сейчас. Маренко тоже находится под постоянным прицелом, под постоянным огнем. Маренко находится чуть южнее. В общем, на Восточном фронте российские атаки сильно усилились. И российская пропаганда опубликала несколько видео. Вот, например, видео атаки Маринки с воздуха. Здесь два штурмовика Су-25 наносят удары по совершенно разрушенному населенному пункту. Затем применяют тепловые ловушки и уходят обратно. А в Покровске, это город в 40 километрах от линии фронта, был уничтожен склад боеприпасов. На видео характерные разрывы. Довольно редкое зрелище, когда российская артиллерия смогла найти и поразить реально военный объект. Не стоит забывать, ВСУ на Донбассе обороняется в достаточно тяжелых условиях. У российской армии еще много артиллерии и обстрелы продолжаются прям каждый день. Но вообще самые напряженные бои проходят в районе Угледара. Давайте смотреть. В район Павловки продвинулись российские войска. Попытались взять эту Павловку. Вроде бы вошли в эту Павловку. Но здесь их начали массировано атаковать со стороны Угледара, артиллерии. Полностью вот в этой зоне российские войска потеряли очень много своих солдат. И это даже признают они сами. Как и везде на Восточном фронте, российские войска атакуют украинские позиции напрямую, лобовыми атаками, неся значительные потери. И вот это как раз яркий тому пример. Но основное внимание все равно приковано к Херсонскому фронту. И давайте переместимся туда. Херсонский фронт. Здесь украинские войска пытаются атаковать. Здесь несколько населенных пунктов, которые украинские войска успешно отбивают. Вот тут вот Снегиревка. За нее сейчас идут бои в Снегиревке. Сейчас взорван Павловский мост. Он пешеходный, вантовый. И возможно подорвали сами российские военные, чтобы не пропустить украинцев. А может наоборот. Украинская диверсионно-разведывательная группа сделала такой подарок путинским солдатам. Путинские войска готовятся к обороне непосредственно вокруг Херсона. Обустраиваются там. На фронт везут бетонные блоки. Вот так их расставили в Новой Каховке, например. И давайте я как раз это на карте покажу, что они пытаются оборонять Херсон. Обороняют и укрепляют берег. И с этой стороны, я так понимаю, с этой стороны тоже есть непосредственно укрепление. Новая Каховка тоже готовится к обороне. Ну вот захватчики готовятся в оборону встать на этой линии фронта. На этой неделе оккупационные власти расширили и зону эвакуации. Вот как раз нижнюю линию я примерно показал, но там 15 километров. Там еще побольше. Из этой 15-километровой зоны вывозят людей. Об эвакуации говорил даже Путин. Сейчас, конечно, те, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны и более опасных действий. Гражданское население должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий. Интересно, что произошло это после того, как коллаборанты заявили, что эвакуация из Херсона завершена и все уехали. Создание местной администрации даже сняли российский флаг, что вызвало немало вопросов у сторонников войны. Украинцы держат Херсонский фронт под огневым контролем. После обстрелов что-то очень мощно горело на дамбе в Новой Каховке. Атакована была и понтонная переправа рядом с Антоновским мостом. Оцените точность попаданий. Вот прямо переправа как раз находится в этом месте, куда стреляют. Взрывы регулярно звучат в Херсоне. Была атакована голая пристань. Обстреливает и саму Новую Каховку. Коротко скажу об остальных участках фронта. В районе Бахмута ЧВКшники продолжают попытки шторма, но безуспешно. Об их потерях мы еще поговорим дальше. А севернее основные боевые действия идут на линии Кременная-Сватова. Вот здесь украинские войска пытаются атаковать, соответственно, Сватова, а российские войска пытаются где-то закрепиться вот на этой линии Кременная-Сватова. И на этом участке вот нужно понимать, что как раз где-то на этом участке случилась вот эта мощная украинская артиллерийская атака, где погибли порядка 500 мобилизованных, о чем мы еще обязательно поговорим в этом выпуске. Видимо, чтобы не допустить прорыва украинцев, российские части разрушили мост через реку Красная. Но сама река не такая широка уж, чтобы она стала бы какой-то проблемой или непреодолимым препятствием прям. На этой неделе путинская армия получила сразу два болезненных удара. Прежде всего, моральных. Первый из них – это атака кораблей Черноморского флота прямо в бухте Севастополя. Она произошла еще в субботу. Но позднее появились важные подробности. Для атаки применялись одновременно и воздушные, и водные беспилотники. Мы уже показывали эти кадры, где съемка ведется как раз с беспилотной лодки, гоняющей вокруг фрегата Черноморского флота. Миноборона России заявила, что украинцы использовали 9 воздушных и 7 надводных дронов. А в ходе атаки пострадал только один старый тральщик. Украинцы заявляли о повреждении трех или четырех кораблей, в том числе фрегата. Судя по спутниковым снимкам, крупные корабли действительно сильно не пострадали. Во всяком случае, ничего существенного не видно. Возможно, дроны повредили какие-то антенны или локаторы. Но даже небольшое повреждение может быть важно, потому что именно с фрегатов запускаются калибры по украинским городам. А если повреждены системы управления ракетами, то запусков не будет. Но еще важнее психологический эффект. Черноморский флот был атакован прямо на своей главной базе. И никакие боевые дельфины не помогли. В ответ на эту атаку Путин попытался остановить зерновой коридор. Но вышел очередной провал. Расскажу опять же позже, когда дойдем до международки. А пока вот вам еще один стыдный провал российской армии. На аэродроме в Псковской области украинские диверсанты взорвали два штурмовых вертолета К-52. Изначально об этом сообщили ментовские телеграм-помойки. Но в тот же день сами украинцы выложили видео, на котором диверсант закладывает взрывчатку на один СК-52. Обстановка, стоящая на ремонте вертолета, все в целом соответствует ситуации тому, что рассказывают украинские телеграм-каналы. Поэтому это все кажется совершенно достоверным. На свежих спутниковых снимках видны силуэты разрушенных вертолетов. Место также соответствует видео. Можно сказать, что украинцы провели результативную диверсию на российском военном аэродроме в полутысячи километрах от фронта. Мощно. Коротко расскажу о ситуации с генералом Лапиным. На этой неделе появился слух, что его отстранили от командования. Первым об этом написал Кадыровский канал. Другие источники заявили, что Лапин просто в отпуске. Позднее коммерсант сообщил, что Лапина временно заменит генерал-майор Александр Леньков. И вновь подтвердили, что Лапин просто в отпуске. Лапина считают виновным за поражение под изюмом. Его много ругали Кадыров, Пригожин. Видимо, поэтому его отослали с фронта, пытаясь смягчить как-то весь этот скандал. Несмотря на стабильную ситуацию на фронте, российская армия теряет довольно много солдат. Журналисты выяснили имена 8294 погибших российских военных. Среди погибших более 1300 офицеров. За последние две недели стали известны имена еще почти 500 военнослужащих. Из них 115 были мобилизованы. Но погибших мобилизованных уже в разы больше. Под Сватово был уничтожен целый батальон мобилизованных из Воронежской области. Об этом рассказали выжившие, которые смогли связаться со своими родственниками. Их поставили на первую линию обороны и оставили под артиллерийским огнем на три дня. Бой шел три дня. Наши воины выживали как могли, с подручным оружием, а конкретно это было выдано четыре рожка, автомат или калашниковый, или что, и бронежилет. Их не кормили, они не спали, не ели. Три дня они были в бою, держали оборону и никуда не бежали, в отличие от... На этом направлении, кстати, действительно было наступление украинской армии, где она смогла подойти к трассе Сватово-Кремена, где я вам показывал. Так что стояние насмерть Воронежского батальона было напрасным. Атаку сдержать не удалось. Мы ровно об этом и говорили. Никто не станет беречь мобилизованных. Контрактники будут в первую очередь беречь себя, что мы и видим. Еще стало известно, что как минимум 17 пропавших без вести моряков с крейсера «Москва» признаны умершими. Карточки дел были найдены на сайте Нахимовского суда Севастополя. Судя по всему, их признали умершими не в результате боевых действий. Если бы причиной смерти были боевые действия, то такое дело могло бы быть рассмотрено года через два. Такие сроки как раз. Издание «Инсайдер» установило, что как минимум 500 заключенных также погибли в составе ЧВК Вагнера за последние два месяца. Сделать это оказалось довольно легко. Семьям погибших направляются специальные похоронки с медалью и с болезнованиями от главы ЛНР «Пасечника». Все похоронки были пронумерованы. Этот номер оказался количеством погибших. Такие письма начали отправлять с конца августа. По оценкам журналистов, вагнеровцам удалось завербовать не менее 6000 заключенных для участия на своей стороне. За неделю состоялось также два обмена пленными. Сначала стороны обменяли по полсотни солдат, среди которых были мобилизованы из ЛДНР. Их после освобождения повезли на прием к Пушилину. Многие из них говорят, что в плену над ними издевались. Ну, понятное дело, били, то есть унижали, всячески оскорбляли. А зачем они это делали? Что они от вас хотели выведать какую-то информацию или почему так поступали? Ну, не знаю. Скорее всего, просто какая-то злость была непонятная. Какая-то такая злость. Но почему-то изможденными пленниками выглядят как раз украинские солдаты. Эти так не выглядят. И как будто, понимая эту, в дорогу украинским пленам дали российские армейские сухпайки. Типа, смотрите, российская армия не жалела еды для пленных. Конечно, их выкинули все потом. В четверг был еще один обмен. 107 на 107. Среди освобожденных были 74 защитника Азов-стали. Среди них трое военных из полка Азов. Все обмены происходят у села Каменское в Запорожской области. Поэтому кадры с них кажутся похожими. Суммарно из российского плена уже вернулись более 1100 человек. За 254 дня войны Россия потеряла. И сейчас о технике. 1420 танков и 2603 бронированные машины. Среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 405 артиллерийских орудий. И чего? Саушек, конечно. А также 146 реактивных систем залпового огня. Сбитые 63 самолета и 57 вертолетов. За неделю данные почти не изменились. Это отражает сложившуюся ситуацию на фронте. С одной стороны мы видим большое количество сообщений об атаках на различных участках фронта. Но большинство атак проводится малыми группами. И является способом разведки слабых мест в обороне противника. Поэтому сейчас российская армия может не спеша снимать сохранение технику. Ну и получать что-то от Лукашенко. Он отправил уже как минимум 120 танков и 20 БМП в Ростовскую область. В армии Украины к 5 ноября уничтожены 733 бронированные машины и 341 танк. Потеряно 140 артиллерийских установок и 29 систем залпового огня. Подтверждены потери 55 самолетов и 22 вертолетов. Общие потери единиц техники 7583 против 2164. Соотношение потерь 3,5 к 1. Военная помощь Украине продолжится чешскими танками Т-72. Их закупят, модернизируют за счет Нидерландов и США. Планируется передать целых 90 штук на сумму 120 миллионов евро. Кстати, мы довольно давно рассказывали о славянских Т-55. Так вот, их заметили где-то на пути в Украину. Даже стыдливо прикрыли полиэтиленом. Но, видимо, Украина пока готова принимать вообще любое оружие. Даже такое нужно. А там будет видно. Много говорили и о поставках систем ПВО. Испания передаст 4 системы ХОК и батареи зенитно-ракетного комплекса Эспайт. Это все системы средней дальности. Так необходимы Украине для защиты городов. США обещают передать две первые установки на замс из 8 в ближайшее время. Также украинский воздух будет защищать системы борьбы с беспилотниками в Эмпайр. Но есть и не совсем приятные новости. Швейцария все еще не разрешает поставлять Киеву свои снаряды для систем Гепард. Вся эта история длится еще с начала лета и ничего нового здесь нет. Вряд ли кто-то сможет уговорить Швейцарию отказаться от своего нейтрального статуса. Но Киев остро нуждается в снарядах к этим зениткам. В докладе ООН сообщается также о 6 тысячах 440 погибших. Ранее 9865 гражданских. Ранено, конечно же. За неделю погибли 56 мирных украинцев и 89 получили ранения. Количество ударов по городам немного снизилось. У российской армии нет возможности проводить атаки каждый день. Чаще всего это делается раз в неделю по понедельникам. Почти 7 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. Найти этих людей нелегко. Многие были эвакуированы в Россию, где с поиском помогают какие-то гуманитарные организации. Эвакуацию из районов рядом с линией фронта проводит и украинская сторона. Некоторые эвакуированные уезжают из Украины. Количество зарегистрированных украинских беженцев в Европе превысило 4,4 миллиона человек. Из них почти полтора миллиона находятся в Польше. Далее идут Германия и Чехия. На этой неделе в Путина плюнули. Метафорично, конечно, но очень так по-настоящему, смачно. Речь про зерновую сделку. Зерно просто продолжили возить, не обращая внимания на Путина. Давайте напомню. 29 октября украинские беспилотники обстреляли российские корабли в Севастополе. Миноборона заявила, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Якобы один из беспилотников запустили с гражданского корабля, который вез зерно. Хотя по факту коридор для этих кораблей проходит вдоль самого берега. И в этом нет никакого смысла. Путин думал, что сейчас все ему начнут звонить, уговаривать. Не допусти голод в мире. Но что произошло? Турция и ООН просто сказали, ну окей, если Россия выходит из сделки, значит мы будем без России возить зерно. На 31 октября они согласовали проход нескольких судов. Россию просто об этом уведомили. Вот и все. И уже 2 ноября Эрдоган заявил, что коридор возобновляет работу. А Путину пришлось сказать, что, дескать, получил гарантию от Украины и снова участвует в сделке. Правда, Михаил Подоляк, советник офиса Зеленского, уже заявил, что Украина не давала никаких гарантий. И сама эта мысль ему кажется нелепой. Ну просто надо было как-то оправдаться Путину. Вот и придумали отмазку. А по факту другие страны просто показали, что позиция Кремля их не интересует. Помните, у России в Черном море был крейсер Москва? Все его боялись. Сейчас корабли Черноморского флота трутся друг от друга в бухте Севастополя, углядываясь в небо. Не летит ли там новый дрон? И это совершенно правильная реакция на весь путинский шантаж. Также и Совбез ООН не стал реагировать на бред, исходящий от России, и не принял ее резолюцию по биолабораториям США в Украине. Россия еще с весны требовала создать комиссию, которая расследовала бы создание лабораторий, где создавалось какое-то мифическое биологическое оружие. Или вот еще пример. Грязная бомба, о которой Россия столько кричала на прошлой неделе. Инспекция МАГАТЕ приехала в Украину, побывала на всех объектах, которые Россия просила проверить, и, конечно, не нашла никаких признаков работы над грязной бомбой. Само по себе все это понимают, что все это чухня, но проверили на всякий случай. Знаете, как сумасшедшая вызывает скорую помощь? Ну, она не может не приехать, проверить надо, но все понимают, что, скорее всего, это вызов ложный. Еще в Украину приезжал еврокомиссар по вопросам энергетики. Она заявила, что Евросоюз готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита. Правда, возможности таких поставок ограничены, и сейчас приоритет восстановить энергосистему самой страны. А Швейцария, опять же, обещал выделить Украине 100 миллионов швейцарских франков. Это около 100 миллионов долларов. Это тоже делается в связи с ударами по энергетической инфраструктуре. Средства пойдут на ее восстановление и на то, чтобы помочь людям пережить зиму. Но есть и страны, которые помогают России. США считают, что КНДР тайно поставляет России снаряды по артиллерии. По мнению американской разведки, КНДР пытается это скрыть и сделать вид, что отправляет снаряды на Ближний Восток и в Северную Африку. Интересно, что через два дня после этого заявления между Россией и Северной Кореей снова начали ходить поезда. Впервые с начала пандемии. А Иран впервые подтвердил, что передавала России беспилотники. Правда, утверждают, что передали только небольшое количество. Еще за несколько месяцев до начала войны. А еще говорят, что никакие ракеты передавать не будут. Но все же видят, какие дроны сбивают над Украиной. Им нужно было как-то оправдаться. Ведь все видят и самолеты, которые регулярно прилетают из Тегерана. В них что там, долму что ли возят? Российский ВПК с большим трудом и задержками наладил массовый выпуск небольших каких-то орланов. Такие дроны, как Шахет, они бы сами никогда не сделали. Более того, аналитики подозревают, что за иранские дроны Путин заплатил ядерными технологиями. И, возможно, даже материалами. Вот тут бы надо, конечно, Израилю задуматься. А российские власти продолжают расследовать подрыв газопровода «Северный поток». И, кажется, найдены неоспоримые улики. Секретарь Совбеза Патрушев сейчас расскажет, какие. Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщения, которым в то время премьер-министр Британии Ли Страс после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтону Блинкену о том, что все сделано. Давайте я поясню. Всю эту историю с якобы перехваченными СМС-ками Ли Страс госсекретарю США Блинкену выдумали, полностью выдумали конспирологи. Но российская пропаганда раскрутила эту историю. По федеральным каналам это было главной темой. Вот только даже ту самую СМС-ку не показали. Настолько обленились, лень было даже фотошопить. Но у Совбеза России есть не только секретарь, но и председатель. Это наш старый алкогольный знакомый Димон. И он на днях написал вот такое. Если что, Иблис, с которым предлагает бороться алкоголик Медведев, выглядит вот так. Он реально допился до чертиков. И пока Медведев борется с этим Иблисом, мобилизованные борются со вшами. В Елане, Свердловской области солдат в учебке одолели вши, потому что им просто негде было помыться. Мобилизованным, конечно. Видов вшей не уточняется. Напомню, что в уж бывает трех видов. Головная, плотяная, еще один вид бывает. И приходится проситься к местным жителям и скидываться на то, чтобы арендовать у них ванны. Вообще, учебный центр в Елане знаменит не только в Шаме. С начала мобилизации там погибло трое человек. А всего Новая газета Европа насчитала 23 человека, которые погибли, даже не успев доехать до фронта. Кто-то из-за алкоголя, кто-то из-за несчастных случаев, кто-то совершил самоубийство. Конечно, условия для мобилизованных создаются вообще невыносимые. Обещанные экипировки они не видят, денег тем более. И не все готовы это терпеть. В Ульяновской области на этой неделе несколько дней продолжался бунт. Там в учебную часть отправили людей из Чувашии. И они были очень недовольны, что их кинули с выплатами. Вот послушайте, что они говорили. Я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело. Это что вы нашли с рассказом? Это что вы нашли, просто и все. Да, это что вы можете. А вот человек, кто может ответить на эти вопросы. Почему вас первые прислали сюда сейчас? Да, они первые. После этого несколько сотен мобилизованных устроили бунт. Вот он на этом видео. Его усмирили с помощью ОМОНа и Росгвардии. Но мобилизованные продолжили забастовку. Сообщали, что от них даже оружие спрятали на всякий случай. Учебную часть кого только не посылали. От прокуратуры до губернатора. Почти 2000 человек подали аэропорта об увольнении. В итоге их отпустили домой. Правда, всего на два дня. На праздники. Но это все равно уникальный случай. Вот на этом видео очередь из машин. Это за мобилизованными приехали родственниками. И я, конечно, надеюсь, что хотя бы часть этих людей передумают ехать на войну, останутся дома. И я надеюсь, что такие примеры вдохновляют остальных. Вот в Казани десятки мобилизованных протестуют и требуют нормальных условий содержания. Их не кормят, воды не хватает, оружие ржавое. К протестующим вышел офицер, пытался их успокоить. Но вы сами можете представить, что ему начали скандировать. Издание «Татар Информ» потом написало, что к протестующим приехал вице-премьер республики и как бы порешал вопросики. Конечно, многие справедливо говорят, ну а почему они раньше не бунтовали, когда только началась война? Типа раньше все нормально было, что ли? Но давайте попробуем представить себя на месте этих людей, хоть это и тяжело. Они живут в нищете, им промывают мозги пропагандой. Сейчас они наконец сами увидели, чего стоит государство, которое их призывает защищать. Уверен, что многие из них теперь пересмотрят свое отношение к этому государству. Ну и сама идея, что можно сопротивляться, добиваться своего, очень важна. Не зря ее годами из всего общества пытались вытравить. И не зря эта идея, если она дойдет даже до фронта, если они начнут бунтовать там, то это же будет тоже хорошо. Война может так постепенно прекратиться, если все на фронте со стороны России просто в какой-то момент заразятся мыслью, что нужно прекратить воевать. Это будет хорошо для всех. Вот в Новосибирской области женщины протестуют против отправки заключенных на войну. К их родственникам, которые сейчас находятся в колонии К-14, приехали ЧВКшники, завербовали около 200 человек. При этом с заключенными сейчас нет связи, якобы в колонии карантин, хотя вагнеровцам карантин не помешал почему-то. Начальцы колонии отрицают, что к ним приезжали из ЧВК. А вот отрицать работу ЧВК Вагнера в Петербурге теперь вообще сложно. Пригожин открыл целый огромный бизнес-центр с таким названием. В центр зовут изобретателей, проектировщиков, айтишников и всех, у кого есть идея, как повысить обороноспособность страны. Интересно, есть ли отдельный этаж для ФСИН? Ведь, по мнению Пригожины, именно заключенные – это основа обороноспособности России. Вообще, надо отметить, что Пригожин, конечно, монстр, злодей, но который пашет за троих и определенно обладает неким дьявольским талантом. Наверное, этого злодея еще куда-нибудь поставят. В общем, опасно это дело. Тем временем, мобилизация в России не закончилась. Путина прямо спросили, ну а указ-то будет? А он как обычно. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена. Все больше свидетельств о том, что мобилизацию только чуть-чуть приостановили. И то не везде, на время призыва. Например, журналисты пишут сразу о нескольких случаях, когда мужчинам в военкомате говорили прийти позже, зимой или весной, на вторую волну мобилизации. А есть и повестки, в которых дата явки мартовская, 23-го года. Или вот, например, Путин подписал закон о том, что можно мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Зачем все это, если мобилизация закончилась? Да потому что ничего не закончилось. И по данным разных источников, вторая волна мобилизации начнется уже зимой. А еще 4 ноября был праздник. Вы же заметили, да? Все вот эти невероятные по размаху торжества. Путин даже вышел к народу. Снова с букетом. Вы посмотрите, чтобы преодолеть 80 метров от Спасской башни до памятника Минину и Пожарскому, Путину потребовался не только бронированный лимузин, но и микроавтобус ФСО. Хорошо от Сенатского дворца, где Путин сидит в Кремле, примерно 220 метров ехать. Что тут сказать? Мощнейший дед, конечно. А что за праздник был? День народного единства? Вот такой пример народного единства показал всем Путин. Хотя я уверен, вся эта небольшая толпа возле памятника тоже фальшивая, как и сам праздник, выдуманный администрацией Путина и никому в России не нужный. И, конечно, какая неделя без коррупционной истории? Наша медиа-сирена нашла невероятный проект распила миллиарда рублей от президентского фонда культурных инициатив. Там есть и Навка на льду, Луганский за 14,5 миллионов, и в фестивале «Русское лето» за Россию, за 109 миллионов, и нечто безумное под названием «Неорвал» за 24 миллиона. С начала войны это уже второй миллиард рублей, который пилят фонд культурных инициатив. А ведь эти деньги можно было потратить с большей пользой. Например, сделать так, чтобы Волгограду... В Волгограде не текла просто, извините, речка с говном. Ну, казалось бы, штатное событие. Ну, что там случилось? Целая коммунальная катастрофа затопила несколько районов. 200 тысяч человек на 5 дней остались без воды. Нечистоты потекли напрямую в Волгу. А причина банальная. Трубы просто старые. Вот и потекли. Отдельная история. И грустно, и смешно, что 2 ноября губернатор торжественно объявил, что одну из двух труб восстановили. Сразу же после этого прям рядом с ним снова забил фонтан. Сами понимаете, из фекалий. В Костроме вчера случился пожар в клубе. Самый крупный со времен печально известный хромой лошади. Загорелся ночной клуб «Полигон». Погибло 13 человек. Назавтра в регионе объявлен траур. МЧС сообщило, что проверка пожарной безопасности в клубе не проводилась. И еще один небольшой штришок. Владелец этого клуба – депутат местной областной думы от «Единой России». И вот казалось бы, ну сделайте вы так, чтобы у вас в стране люди массово не гибли в пожарах и города не заливало фекалиями. Но российские власти, похоже, устраивают эту ситуацию. Они еще дальше ее хотят распространить, чтобы и в Украине люди массово гибли и сидели без воды. Еще один пример того, как властям плевать на своих же людей. Это ситуация с бомбоубежищами. Вот взять Киев за три дня не получилось, поэтому в разных городах начали активно готовить убежище. Чисто на всякий случай. Вот такое объявление с адресом убежища появилось в Липецке, например. А теперь давайте посмотрим, как выглядит это само убежище. Людям, видимо, предлагается залечь на дно. В других городах адреса убежищ просто не сообщают, потому что это стратегический объект, а значит информация про них засекречена. Простым людям не положено ее знать. Наверное, если они вдруг реально пригодятся, чиновники через три дня вывесят их адреса на каком-нибудь правительственном сайте, когда будет уже поздно. Сами-то, конечно, они спасутся. Думаю, что за них можно не волноваться. Но, само собой, в России есть политики, которых волнует судьба людей. Просто находятся они не в просторных кабинетах, а в ШИЗО. Алексей Навальный даже оттуда продолжает бороться. Бороться за права, за права людей. В данном случае за права даже заключенных. Он создал профсоюз промзоны, выпустил инструкцию, как добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Вот она на экране, кстати. Алексей подсчитал. Примерно 40 тысяч заключенных сейчас гробят свое здоровье на швейном производстве. И это рабский труд, на самом деле. В описании к этому видео есть, кстати, ссылка на этот телеграм-канал промзона. Там собрана инструкция. Отправьте их тем, кому это может пригодиться. А самого Навального тем временем еще на 11 суток отправили в ШИЗО. На этот раз якобы за то, что он плохо убирал прогулочный двор. И не обратился к одному лейтенанту по имени-отчеству. А лейтенант на это страшно обиделся. Тяжелая кровопролитная война продолжается. Украинские войска прочно держат оборону на Донбассе. И в то же время пытаются контратаковать в районе Сватова, а также на Херсонском фронте. Однако эти атаки пока безрезультатны. Пока мы точно не знаем, действительно ли у ВСУ нет сил на полноценный прорыв, или они лишь проверяют линию российской обороны небольшими отрядами. Все может быть. В Херсонской области все так же идут локальные бои. В СУ продвинулись совсем немного, но российские части все так же готовятся отражать мощную атаку. Будут пытаться сохранить контроль над Херсоном. Да, подводя итог, вновь надо говорить о тактической паузе в боях. Больше месяца линия фронта существенно не двигается. Но заметьте, сейчас все однозначно ждут инициативы новых наступлений именно от ВСУ, а не от российской армии. В этом плане ничего не поменялось. Все, что могут путинские части, это пытаться удерживать уже оккупированные территории. Мобилизация пока ничего не изменила. Хоть даже, по словам Путина, на фронте уже под 50 тысяч человек воюют. Наоборот, мобилизованные начинают массово умирать. Ракетная угроза также становится слабее. Благодаря усилению украинского ПВО на этой неделе они отчитывались о 80-90% сбитых крылатых ракет, уничтожались и почти все шахеды. Да, в ходе одной из атак пострадало сразу несколько гидроэлектростанций. Идут бомбардировки и другой инфраструктуры, но уже куда менее катастрофические, чем раньше. Во многом благодаря поставкам западного ПВО, у которых все больше и больше. Это, конечно, не закрытое небо, но ситуация улучшается. А для путинской армии никаких хороших новостей нет. Самого Путина унизил Эрдоган, который теперь контролирует зерновую сделку. А в войска продолжают ввести старую технику со складов и малообученных, плохо одетых, мобилизованных. Попытки взять штурмом Маринку и Угледар происходят скорее от безысходности. Такая имитация инициативы, которая очень дорого обходится российским солдатам. За радостные вопли пропаганды они платят собственными жизнями. Вот такая неделя. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что поддерживаете на Патреоне. Нам это реально важно. И вот имена тех, кто нас поддерживает, с другой стороны, сейчас появятся. Это те, кто захотел показать свои имена. Те, кто не захотел, мы оставим закрытыми. С вами был Иван Жданов, Ян Матвеев, Владлен Лось. Как всегда, команда отработали просто по полной, просто на пятерочку. А мы с вами увидимся уже завтра. Продолжение следует...